Расскажите нам о вашей программе, о основных ее направлениях, как вы планируете? Я думаю, что она более чем масштабная, вы это хорошо оцениваете, перечень проблем более чем масштабный. В программе это отражено. Сегодняшняя встреча это первый только этап, впереди еще и сессия городского совета, где придется это повторяться, и не придется, а я обязан буду повториться, потому что конкурс наконец-то озвучил. Я думаю, что вы там будете, зачем мы будем весь перечень перечислять заново. А вот когда вы писали программу, на какие цифры, где брали эти данные? Она есть в общем доступе, в том числе те отчеты, которые предоставляет территория, анализ Министерства экономики. Я, конечно, за основу брал стратегию развития района. Цифры бюджетом в общем доступе мы знаем программы, это полтора миллиарда, чуть меньше. И наличие муниципальных программ, бюджетом программы 15, вы тоже знаете, можно из головы перечислить и владеть. Понятно, что это такое пристальное внимание, пытался найти те резервы, которые возможно есть. К сожалению, по бюджету серьезные ограничения. И понятность этого выходит, что надо работать над пополнением городского бюджета. Активные и личные ответственные, в том числе главы города и отрестливых руководителей, либо участие в грантах, конкурсах, должна быть такая системная подготовка по бюджету, но и взаимодействие с министерствами отраслевыми. Это как и дорожники, экономика, блок экономики, ну и социальные направления. Каждый из них несет какие-то... Я считаю, что это должно быть на стадии предпроектной подготовки. Мы должны знать те инициативы, которые готовятся на стадии предпроектной подготовки, к примеру, на 23-й год. На 22-й год уже поздно. Но, тем не менее, мы должны подготовиться и заявляться. И, конечно же, тема содержания городских пространств остается актуальным. Для вас она, ну, наверное, одной из приоритетных, которые перечень и критические замечания, пожелания и состояния уличной дорожной сети. Я с большим удовольствием познакомился с перечнем парковских арх, которые реализованы. Но вместо плюсов, в том числе восприятие людей, жителей, это некий минус. Потом их содержание в последующем, ну, вы прекрасно видите, это недостаток, конечно, финансирования для благоустройства и, я думаю, что еще серьезный дефицит мощностей. Одно из которых заявление публично сделало, возможность изучить формирование муниципального предприятия. В принципе, у города Красноярска опыт есть, незирая на огромное количество предприятий, которые участвуют там в конкурсе. Там есть еще, прежде всего, косяк составляет из муниципальных предприятий города. Это управление дороги и благоустройства, УДИП, управление зеленого строительства, СТП специализированное, отодранспортные предприятия и так далее. Не хочу обидеть, прежде всего, те предприятия, которые занимаются благоустройством здесь, обслуживаемым содержанием. Ну, скажем так, перспективы есть и серьезные. Понятно, что это направление должно быть, наверное, в приоритете. И, наверное, я еще не увидел для себя эту задачу. Представлю это некое комплексное обследование уличной дорожной сети, чтобы наряду с асфальтом понимали, если удастся его положить, конечно, для этим надо работать, но надо проверить состояние прилегающих инженерных сетей. В комплексе должно быть и освещение, и комплекс благоустройства должен нести вот такое управляемое с обсуждением участия председателя Совета многоквартирных домов, прилегающих территорий с предпринимателем. Очень много в городе ярких примеров, где благоустройство ведут инициативно территории, которые прилегающим офисом и так далее. Но в то же время я для себя отметил такое направление, что огромное количество неразграниченных, незакрепленных земельных участков, они просто скрадывают общую картину благоустройства. Их надо сформировать, пронумеровать, взять на учет и понять сроки периодичности, и какими силами мы будем их благоустроить. Перечень проблем, я думаю, что не хуже меня это знать. Может быть, чем-то и лучше, как местные жители, мне еще предстоит в том числе с вашим участием вникнуть в эти детали. Это очень жадный срок. Надо быть каким-то чрезчурно, чрезмерно себя как-то не хочу обольщать, чтобы знать все эти детали. Владимир Рудольфович, но вы сейчас говорите уже от лица главы города, вы уже говорите, что ставите перед собой задачи. Я изучал, я должен все равно погрузиться в эту проблему и через какое-то «но». Понятно, если я заявляюсь, я, наверное, в участии в проекте, я, конечно, ставлю задачу выиграть. А вы же сейчас действующий глава другого муниципального образования. Почему решили бросить то муниципальное образование? Наверное, Юлия Алексеевна, не бросить. Не бросить. Это однозначно. Я почти четыре года достойно отработал. Некие складывающие обстоятельства, я в счет нужно не отказаться. Очень высокая степень управляемости, в моем понимании, и в более детальном рассмотрении первые задачи реализованы вы решили. А кто вам предложил стать главой города Назарова? Я думаю, что это, наверное, где-то звезды так сошлись. А не звезды эти сидят где-то в администрации правительства? Ну, давайте вы там сами пофантазируйте, хорошо? Но все-таки, мы же все понимаем, что вы идете при поддержке краевой власти. Я не отказываюсь. Я все время работал и работаю в команде. И я считаю, что это успешно. И, наверное, ставить себя вне команды, наверное, не надо выбирать эту работу. Владимир Рудольфович, не могу, тем не менее, не спросить. Вот сейчас сложилась такая ситуация, коллега уже спросила, что все-таки вы являетесь действующим главой Багучанского района. А если, скажем, в будущем году ваша команда предложит вам стать мэром Красноярска, вы нас так же бросите и уйдете? Нет. Я намерен дальше с вами работать. Подчеркиваю, что у нас не было оснований там заниматься. Я участвовал в конкурсе. Я у нас вознан. И это выбор. Мы довольно взрослые люди. Город Назаров и Назаровская территория. Мне знакомы, наверное, уже много-много лет. Порядка сорока лет. Мне тут не скажу, что все родное, но очень знакомы. Родной брат здесь живет. Мы часто приезжаем, потому что с родителями. Супруга отсюда здесь родом. Я, наверное, 12 лет сюда езжу. Чужого нет в этот период. И когда вы сказали, что рассуждаю как глава, конечно, я должен был изучить и с ней как боли, или проблемы эти воспринять, пропустить через себя. А вы готовы менять что-то в городе к лучшему? Вот реально? Я для этого сюда и намерен прийти. А партия «Единая Россия» согласовала вашу кандидатуру? Формального согласования такого никто и не требовал. И я думаю, что и не потребовалось. Ну, никаких сомнений нет? Что коллеги ваши по партии вас поддерживают? Для меня главное, чтобы со временем нашли понимание с жителями города Назарово сообщественностью, в том числе и с вами. И мыслили и на все эти проблемы, в том числе на первом этапе на критические замечаниях, если мне заверить, что я буду слышать, слушать. И вместе будем работать. Тот шквал критических замечаний к власти и со временем перевернулся в плоскость, что где мы будем рассматривать пошагово какие-то успешные совместные проекты, в том числе с вашим участием. Скажите, а Галина Владимировна Ампилогова, она вам помогает на пути в кресло главы города Назарово? Я довольно-таки самостоятельный, взрослый, физический, умственный, интеллектуальный. А с опытом, мой жизненный опыт... Ни в всяких сомнений, тем не менее. Ни в коем случае. Но она все-таки является депутатом законодателя? Я только что на конкурсе озвучивал, что, наверное, тот перечень задач и проблем, которые в городе есть, выходит во многом немножко за рамки только главы города. И подчеркивал, что, возможно, требуется новая комплексная программа развития города. И, конечно же, роль участия Министерства правительства. Я перечислил все депутатов законодательного собрания. Он довольно-таки обширный. Ну, не каждая территория в Красноярском крае может похвалиться таким фамилиям, как Первый зам Попов, Исаев Валерий Андреевич. И вот сейчас теперь наш общий знакомый Галина Владимировна. И многолетний депутат теперь Государственной Думы. Зуворов Владислав Викторович. И я бы, конечно, хотел, чтобы в том числе с вашим участием мы когда-то сели на одну площадку с одним таким образом, овальным столом или круглым столом. И, ну, жестко, открыто поговорили. И каждый свою роль здесь определил. Я намерен такие инициативы, во всяком случае, озвучить. Спасибо вам огромное. Спасибо вам тоже.